О строительстве, но уже более масштабном, пойдет речь сегодня в программе после новостей, где и когда в Красноярске появится новый гостиничный комплекс, узнаете, сегодня в 20.30. Мы продолжаем серию сюжетов «Золотая лихорадка» в поселке Партизанск, где добывают килограммы золота, жители завидуют соседям, которые добывают свинец. Евгения Змановская побывала на Золотой земле. Я нахожусь на территории Партизанска. Так как уменьшились границы, это двухквартирный дом. Моя половина остается за границей. Здравствуйте, это ближайшие зарубежья. Как уменьшились границы, так появились предприятия, где забывают золото. Новые соседи золотодобывающей предприятия у Альбины Кувалдиной появились в 2005 году, когда она узнала, что теперь живет за границей поселка. Пока она добивалась объяснений администрации, старатели недалеко от ее дома начали добывать желтый металл. Люди, конечно, возмущены до предела уже. Уже сил ни у кого нет. До предела сократили и границы поселка. По словам заместителя главы поселковой администрации Ирины Фокиной, у Партизанска собрали более 10 гектаров территории. На бывшей земле поселка четыре золотодобывающие организации достают драгоценный металл на сотни миллионов рублей и ни одного миллиона в казну Партизанска. Депутаты долго не подписывали эти границы, но просто брали измором, брали там всякими шантажами, все что угодно. Границы подписали, границы забрали, своих налогов у нас не будет. Главный финансист района поехал в финуправление, они сменили оката и деньги потекли в район. Все. Первый взрыв был, а потом минут через 10 грохот вышел здесь, вот валяет. Хорошо, что ничего не было здесь никого. Здесь же ходим. Кочегар-котельная Алексей Федорович признается, что каждый раз прощается с жизнью, когда на соседнем карьере взрывают руду золотом. И эта полуразрушенная котельная отапливает больницу, школу и дома жителей Партизанска. Скоро будем уже как бы ждать. Окно скоро должно уже вот-вот зашевелиться и вывалиться. А так выглядит пожарная часть в Партизанске. Начальник подразделения Сергей Изотов признается, своими силами пытаются сохранить постройку, но кладка продолжает рушиться. Партизанск стоит на золоте. В округе работают сразу 4 золотодобывающих организации, но поселок больше похож на брошенный. В отличие от соседнего Новоангарска, там есть только одно предприятие, добывают свинец. Но они платят налоги в поселковую казну. В Новоангарске строятся дома, приезжают молодые специалисты. А для жителей золотых приисков Партизанска даже метр асфальта в поселке уже роскошь. Евгений Озмановский, Евгений Майчев, Новости ТВК, Партизанск.